Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал Экзегет. Меня зовут Андрей Десницкий. Я читаю свои переводы посланий и комментирую их. Сегодня третья глава первого послания Коринфянам. В первых двух главах Павел говорит, напомню очень кратко, о том, что у Коринфян есть одна большая проблема – это разделение. И вводит он такое понятие, как духовный человек в конце второй главы. Человек, которому открывает нечто Бог своим духом, и, соответственно, этот человек обретает некую особую божественную мудрость. То, что было по меркам этого мира слабым, безумным, в этом духе предстает совершенно иным. Мудрость Божья, сила Божия, потому что дух все преображает. Но как это получается? Он заканчивает вторую главу фразы «Нам дан разум Христов». Как это? Мы мыслим прямо как Христос? Это что? Мы уже совершенны, как Он? В третьей главе он сейчас это нам пояснит. Я, братья, не мог говорить с вами как с духовными, а только как с плотскими, как с младенцами во Христе. То есть люди делятся на духовных, таких вот, у которых есть Божественный Дух, и естественных, простых, человеческих, плотских, как он называет. И вот он, приходя к Коринфянам и проповедуя им, еще духовного ничего не раскрывал. Он говорил с ними как с младенцами, то есть с малышами неразумными, естественно, с ними разговаривают каким-то очень простым, конкретным языком. «Я питал вас молоком, а не твердой пищей, которую вы не могли переварить». Ну, как грудные младенцы не едят там супы, котлеты, да, они молоко материнское пьют. Впрочем, и теперь еще не можете. Вы все еще плотские люди. Он так их хвалил в первой главе, а теперь вы плотские люди. А сейчас он пояснит, почему. Вот сначала похвалить, это у него всегда, то есть сначала назвать лучшее в человеке, дать ему щедрый аванс. А вот потом уже можно сказать, что этой щедрой такой вот признательной молитве, какие вы хорошие, благодарю вас Бога, что ей не соответствует. Вы еще плотские люди. Если среди вас зависть и распри и разделение, разве вы не плотские, разве поступаете не по человеческому обыкновению? Когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», вы плотские. Аполос один из соратников Павла, ну, работал рядом с ним, но в общем-то независимо. Да, тоже проповедовал христианство. А и дальше он выясняет, вот в Коринфе проповедовали они оба. И, соответственно, каждый оставил какое-то количество сторонников. И кто такой Аполос? А кто Павел? Служители, приведшие на сквере, кому как дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, а взрастил Бог. Не важно, кто насадил и кто поливал, важно, что взрастил Бог. Насадившие и поливавшие едино, и каждый получит собственную награду за свой труд. Мы соработники у Бога, а вы Божья Нива, вы Божье строение. То есть принцип понятен. На поле трудятся разные люди. Кто-то сажает урожай, кто-то за ним следит, кто-то собирает урожай, кто-то помогает им всем. Но если бы не было Бога, который выращивает, то все это остальное уже не имеет большого значения. То есть мы соработники, мы коллектив, мы работаем вместе. При том, что мы по-разному делаем. Я насадил, Аполос поливал. Естественно, Павел имеет в виду, что он положил начало проповеди, Аполос ее продолжил. Аполос заботился о кареновской общине. По данной мне Божьей благодати, я как мудрый зодчий, ну то есть архитектор, строитель, положил основание, а строил на нем иной. Но каждый пусть смотрит, как он строит. То есть, с одной стороны, он признает вот это многообразие духовного руководства, многообразие людей, которые так или иначе участвуют в жизни общины. Но не все годится. Разное все бывает, но не все хорошо. Но каждый пусть смотрит, как он строит. Никто не может положить иного основания, кроме того, что уже положено. А это Иисус Христос. То есть я положил основание, получается, я основоположник, как русское слово предполагает. Я самый главный. Нет, я, конечно, потрудился, но основание уже есть, оно заложено самим Христом. Он сам немножко противоречит собственной метафоре, чтобы ее понимали в верном смысле. Не то, что он тут главное, а то, что он начал труд, а кто-то другой продолжил. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, или из дерева, сена и соломы, то есть малоценных материалов, труд каждого станет виден, его выявит день Господень, явившийся в пламени. То есть день пришествия Христа. Это пламя испытает на прочность труд каждого человека, и чей строительный труд выдержит, тот получит награду. А чей труд сгорит, тот потерпит урон, но сам он спасется, как бывает на пожаре. Да, то есть, ну, не все так плохо, но не слишком-то хорошо. Разве вы не знаете, что вы Божий храм, и в вас обитает Божий Дух? Если кто разорит Божий храм, того разорит Бог, ибо Божий храм свят, это и есть вы. И пусть никто сам себя не обольщает. Если кто из вас хочет быть мудрым в этом веке, пусть станет безумным, чтобы оказаться мудрым. Вот вновь эта тема, которую он уже начал в первой главе, то, что в вас обитает Божий Дух, поэтому вы духовные люди, и, соответственно, мудрость этого мира и мудрость Божья, они противоположны, они не совмещаются. И чтобы стать мудрым пред Богом, надо отказаться от мудрости этого мира. Напомню, что Каринф – это еще и мощный культурный центр Древней Греции, соответственно, там и философия, и многое остальное из культурной жизни процветает. Ведь мудрость этого мира для Бога – безумие, как написано, ловит мудрецов на их же хитрости. И еще Господь знает рассуждения мудрецов, как тщетны они. Вновь развивает ту же тему. Так что пусть никто не хвалится людьми, все и так ваше, будь то Павел или Аполлос, или Кифа. Помните, там в первой главе были партии Аполлосов, Павлов или Кифин. Кифа – это апостол Петр. То есть все ваше, вам нет нужды говорить, я за эту партию, я за ту, потому что они все вместе, потому что это единый коллектив работников на поле. И не нужно говорить, я за жнеца, а я там за того, кто поливал. Это бессмысленно важно, что урожай общий. Павел или Аполлос, или Кифа, будь то мир, или жизнь, или смерть, будь то настоящее или будущее, все это принадлежит вам. А вы Христу, а Христос – Богу. Вот такая неожиданная, помните, как в самом начале послания он говорит, благодарю за вас, Бога, у вас все есть, вы ни в чем не испытываете недостатка. И вот такая неожиданная, может быть, радость, которой он делится, что вообще спорить-то не о чем, потому что все и так ваше. И о чем даже говорить, вот у вас есть все, что вам абсолютно необходимо, и нет причин ссориться, делить нечего. Но надо объяснить, что значит все ваше, а вы Христовы, а Христос – Божий. Как это получается? Ну, дальше он обязательно это объяснит. Продолжение следует...